Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях коллекционер Татьяна Болосова, коллекционер масок. Поговорим сегодня вообще о коллекционировании и о том, что иногда коллекционирование приводит к тому, что вы что-то начинаете создавать сами. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Ну, я машинки коллекционировал, да, вот всякие, да, потом коллекционировал, как все туристы маленькие, вот эти все бутылочки всякие разные. Теперь они стоят непонятно зачем. Когда-то коллекционировал марки. Теперь это, конечно, можно сказать, на вес золота, потому что какие-то марки можно, наверное, и продать хорошо. Жаль, что они только далеко, не дома. Вот. И, собственно говоря, вообще тема коллекционирования, она существует. Люди коллекционируют самые разные вещи. Вы коллекционируете маски. Почему? Потому что я вышла замуж. Хороший начало, да? Дело в том, что это очень старая коллекция, ей около 200 лет. Маски стали собираться еще в семье моего супруга. То есть это еще такая очень старая история. А начнем с того, что все медики ездили по разным миссиям в страны, и там они собирали эти маски. Конечно же, они изучали не только традиционную культуру, но и нетрадиционную культуру. И таким образом различные маски стали попадать в нашу семью. Я уже могу сказать, что она семья наша. Ну и, конечно, когда я вышла замуж, я оказалась в этом потрясающем интерьере. Но если это все не изучать, то совсем скучно. Сколько примерно масок было, когда вы вошли в семью? Сложно сказать. Сейчас у нас около двух тысяч масок. Двух тысяч масок? Да. То есть коллекция продолжается? Да, конечно. Откуда-то вы до ковидной времена ездили куда-то или куда-то заказывали? Сейчас больше заказываем. Сейчас очень много людей путешествует, и кому-то нужна всегда подработка. Они не порочат привезти нам ту или иную маску какую-то небольшую. Потому что у нас коллекция уже очень большая, и нам уже нужен какой-то штучный товар. Поэтому все это... Вы когда-нибудь до появления мужа с масками, человека с масками, вы коллекционировали что-нибудь? Нет, я ничего не коллекционировала, но я с детства очень любила мифологию и сказки. Да, и, конечно, когда я стала все это изучать, для меня было просто таким новым миром, новым открытием. Вот, к примеру, мой муж говорит, что я сошла с ума, он профессор, потому что я прочла всю Махабхару. Это древний индийский эпос, огромное количество книг. Не каждому это удается сделать. Ну да, это же всё-таки философский... Не каждый ему мудо читает, а вы такое произведение. Да, конечно же, он достаточно труден был мне в самом начале к прочтению, но я же вижу это изображение, да, этого божества перед своими глазами, и читаю о нём, поэтому это меня стимулировало. Но мы сейчас поговорим о тех двух масках, которые являются представителями целого направления, чуть позже, естественно. Но пока давайте вернёмся, какие вообще есть у вас маски? Вот самые, может быть, традиционные или какие-то необычные? Интересно же узнать, что там коррекция? Есть и большое количество, есть очень древние африканские маски. Самая первая? Есть какая-то маска установлена? Есть, да, есть. Установлена самая первая маска. Она была подарена предку моего мужа в знак того, что он спас человека. Да, это такая очень интересная история. Он спас английского офицера, и на следующий день с белым флагом пришёл переговорщик и оставил ему эту маску. Мы её, конечно, не экспонируем, и вообще сложно определить, даже мне с моим опытом, теперь к какой стране эта маска относится. Она у нас хранится как раз. А что за маска? Вы как её к ней относите? Никак, к ней сложно, сложно, крайне сложно. Вообще странный подарок, да? Видимо, какой-то смысл был. Это смысл какой-то, да, какой-то такой знак, наверное. Хорошо. Какие ещё? Ну, наверное, вот африканские какие-нибудь маски, да, их много у вас представлено? Много африканских. Племенные, да? Есть, да. Есть очень древние африканские маски из племён, которые раньше были людоедами, к примеру. Вау. Да, да, да. И на одной из масок прям заточены зубы. Они все в основном деревянные, прям видно, как зубы заточены, острые. Потому что раньше, к примеру, они рвали плоть, да, показывая свою силу. То есть правильно я понимаю, что это людоеды, которые не своё племя ели, а соседние? Соседние, конечно. Зачем свою популяцию? Зачем? Очень интересно. Да. Есть очень большие азиатские маски, метровая маска, к примеру, Махакала. Метровая? Метровая, да. Махакала – это один из защитников буддизма. Она такая экспрессивная, очень огромные клыки, на голове у неё языки пламени. Она очень эффектно, конечно, всегда смотрится. Она у нас висела в музее, но я думаю, что в ближайшее время, когда откроемся, мы тоже там повесим. Есть очень необычная маска, маски русских мастеров. Это такая отдельная наша гордость. Мы, к примеру, продолжаем маски Енисея. Это погребальные маски, которые были найдены в долине Енисею. И это маски, которые надевались на лицо умершего, усопшего. Они были сделаны из керамики. И мы по книгам, мы их воспроизводим сейчас. То есть, из какого материала у вас маски сделаны? Вообще, из чего? Из самых, наверное, разных? Разных. И какие самые неожиданные, может быть, материалы были? Ну, черепаший панцирь неожиданный. То есть, на панцире сделана маска? Да. Ну, там прилеплены глазки, да, она инкрустирована камнями. Дерево, кожа, керамика в основном. Ну, в основном, конечно, это дерево. Маски в основном деревянные. Папье-маши тоже. Тоже есть Папье-маши. Но это уже более современная версия. Ну, хорошо. Значит, коллекция существует. Теперь такой вопрос. Насколько в мире коллекционирование масок один из популярных видов? Да. Существуют ли какие-то общества? Как живет маска за границей Российской Федерации? У нас, кстати, может быть, и за границей? У нас есть большой круг друзей-путешественников. Мы сейчас реализуем такую интересную идею на нашем сайте, где пишем о наших путешественниках, самых ведущих. Это молодые, взрослые, которые только в начале своем пути. И они тоже, многие из них коллекционируют маски. Они нам их высылают. Мы какие-то маски даже экспонируем на наших выставках. Обязательно пишем, что это вот такой вот путешественник оттуда нам привез маску. То есть эта маска, цена еще тем, что она откуда-то конкретно. Откуда-то, да. То есть она еще не только имеет свою мифическую историю, но она еще и имеет уже свою личную историю, что она вот с этим путешественником побывала там-то, там-то, там-то. Потом оказалось в нашем музее, там побывала в одном городе с выставкой, как побывала в другом городе с выставкой. То есть это тоже очень интересная такая история. Ну, а маски за границей. Насколько это популярно, насколько это вот с точки зрения коллекционеров, да? Существуют же, наверное, какие-то вот клубы любителей этих масок? Как это работает? Бельгия, Франция, Германия. В основном они связаны, конечно, с африканским искусством. Это понятно, да, колонии. Ну, венецианские маски, они в основном, ну, конечно же, Венеция. На Шри-Ланке существует даже музей масок, их собственный музей, но они делают и экспонируют только свои маски. Вот насколько я знаю, я, конечно, может быть, не знаю точно, наверняка того масштаба всей нашей земли, насколько я знаю, есть только у нас. Только у нас? Да, только у нас. Ну, кто его экспонирует, кто экспонирует эту коллекцию? Еще такой вопрос, что всегда, знаете, масса фильмов всяких, но, тем не менее, есть какая-то маска, за которой все охотятся, чтобы примерить на нее и, я не знаю, стать молодым, или стать неуязвимым для чего-то, или это все сказки? Не знаю такого, честно говоря. Ну, красивый же сценарий, да? Ну, красивый, да. Снай красивый, да. Ну, можно такая легенда, да. Ну, отсюда фильм «Маска» идет, да, и все прочая история. Но в реальности не слышала пока. Не слышали, хорошо. Как вы считаете, а сегодня существует, вот мы сейчас будем говорить о том, как вы работаете, как уже, как на основе вот этого масочного, да, мира, вы создаете свои маски во второй части, но пока мы остановимся на том, что… А сегодня маски, вот, ну, где-то же племена еще есть, они сегодня еще работают? Конечно, работают. Безусловно, они работают. И некоторые маски, наверное, тоже имеют какую-то сумасшедшую историю. Папа Новый Гвинея работают, Африка работают, Монголия работают. Конечно, безусловно. У всех свои истории. И вот, к примеру, есть очень интересная история, я ее люблю. Это мифическая история Ямараджи. Он такой один из самых, наверное, ярких героев. Когда происходит мистерия Цам, он выходит последний человек в этой маске. У него бычья голова, огромные рога, третий глаз. Он наполовину бык, наполовину человек. Его в индуизме называют царем справедливости и богом смерти. И вот есть интересная легенда о том, как Ямараджи получил голову быка. Великий мудрец решил достичь просветления. Отправился для этого в пещеру медитировать. Очень долгое время он там находился. И когда он уставал совершенно немножко, к нему в пещеру забрались разбойники. И с собой они прихватили быка. То есть это была их добыча такая. И, конечно, увидев его, они решили его ликвидировать, отрубив ему голову. Голову они ему отрубили. Как обычно, да. Да, ну зачем ему следить или лишнее? Но убить они его не смогли. Потому что он был уже настолько пропитан этой силой, аскетической этой энергией, что его энергия, это духовное начало могло существовать без бренного тела. Он тут же покарал этих разбойников, а голова тем временем спокойненько укатилась. Ну и он, недолго думая, насадил себе на плечи голову быка. И вот здесь вы тоже посмотрите, да, царь справедливости. То есть он справедливо покарал этих врагов и владыка подземного мира. Он там побывал, условно говоря, да, и вернулся оттуда, Ямараджа. Ну, грубо говоря, если хорошо постараться, то каждой маске можно придумать историю. Она уже у них есть, да. Но всё-таки это... И, кстати, многие музеи мира начинались как слепки. Даже есть такое музейное понятие – слепок чего-то, да, кого-то. Вот маска фактически – это слепок так или иначе с некоего образа. Предполагаемого, одушевлённого, неодушевлённого, но это слепок. Вот всё-таки чем живёт эта маска? Вот она висит. Знаете, говорят, что, например, дома нельзя держать фотографии умерших людей, например, или каких-то определённых. Помнится, раньше говорили, ни в коем случае нельзя фотографировать на похоронах, потому что всё это куда-то там плохо действует на нас. Вот эти маски, с которыми вы сталкивались в вашей коллекции или то, что вы видели, может быть, в других коллекциях у других людей, вот есть ощущение, что от них всё-таки что-то не просто так? Ну, безусловно, есть. Конечно, ведь даже мастер, когда выполняет эту маску, она же каноническая, вот если брать Африку, Азию, он же вкладывает туда древний смысл. Его, к примеру, условно говоря, отец делает маски, его дед делает маски, его дед этого деда и так далее, и так далее. Его представляет вся эта энергия, она в его руках. И он продолжает эту маску делать. Конечно же, есть что-то. А вот маски, которые нам режут мастера российские, они не канонические, потому что, к сожалению, узнать точно, какие маски были на Руси, ну, очень сложно. Но ведь человек тоже каким-то образом увидел этот образ, он к нему откуда-то пришёл, глаза, каким должен быть нос, там, клыки, уши. То есть творец, он реализуется в этой своей идее масочной. Ну, в глобальном смысле, всё-таки в них больше человеческого или больше желания что-то добавить или что-то выразить? То есть можно сделать, да, вот как на азиатских масках, клыки, да, чтобы духа вот гонять. То есть эта маска показывает силу человека или его бессилие? Интересный какой вопрос. Наверное, она показывает желание обладать силой, стать обладателем этой... Дополнительная история какая-то, да. Дополнительной силой, которую он ещё сам не подразревает. Ведь это такой предмет, к которому прикасаемся к тонкому измерению, так называемой, да, к чему-то запределению. Мы не знаем, что там, но с помощью этой маски мы как-то открываем какую-нибудь небольшую часть. Ну, и даём возможность человеку немножко в кого-то превратиться, а это уже чуть-чуть театр. Чуть-чуть театр, да. Вся жизнь игра, а мы кто? А мы актёры. Татьяна Болосова, коллекционер, сегодня у нас в гостях. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше поговорим о том, как готовятся, изготавливаются и появляются новые маски сегодня. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Татьяна Болосова, коллекционер масок. И не только, как мы выяснили, коллекционер, но ещё и участник, можно сказать, проекта, да, когда маски делаются. Я так понимаю, что, оттолкнувшись от всемирно известных, ну, я имею в виду, что мы знаем, что в Африке есть много масок, что в Азии много масок, да, венецианские маски театральные, вы вдруг решили заняться масками отечественными. Вот расскажите, как вы к этому пришли и что вы с собой вот сегодня принесли нам показать. Вообще они всегда были, то есть приходить к этому, в принципе, не нужно было масленицы. Вот совершенно недавно, да, мы отыграли этот замечательный праздник, но те скоморохи, которые сейчас сопровождают эти масленичные гуляния, ведь это не просто шуты. Если открыть книги, если открыть тот же интернет, можно увидеть, как эти самые скоморохи были, на них были надеты совершенно потрясающие маски. К сожалению, сейчас эта культура немного утеряна. И вот мы решили воссоздать эту замечательную традицию, создать российские маски. Мы заказываем их у наших мастеров, я их расписываю, и мы их тоже так же экспонируем. Конкретно маска, которая близко ко мне, с которой, так понимаю, можно работать. То есть вот вы заказали. Почему она выглядит так, и кто это на ней изображал? Почему она выглядит так, очень сложно сказать, потому что когда мы отдаём мастеру заказ, сколько бы мы ни пытались ему сказать, что нужно сделать конкретно, вот, да, прям, это не получается. Всё-таки он вкладывает своё, и всё-таки он делает по-своему. Вы говорите, нам нужен домовой, например. Нет, мы говорим, что нам нужно примерно такое, вот мы показываем картинку, и примерно такое мы, собственно, и получаем. А если мы скажем, что нам нужен домовой, то это может быть вообще какой-то гном по итогу. А это вот кто в итоге? Это у нас с вами дворовой и банник. Дворовой – это кто? Дворовой – это дух, который обитает во дворе. Да, соответственно, банник у нас обитает в бане. А дворовой дух, он хороший или надо задабривать? Вы знаете, вот в отличие от многих, к примеру, азиатских, божеств, где есть, там, чётко распределяет, хорошее – это плохое. У нас очень своеобразные духи. Ну, а страна своеобразная, да, мы такие сосмекалистые, Ну, я понял, сегодня хорошее, а завтра непонятно. Да, да, да. И дворовой – то же самое. То есть его настроение постоянно меняется, и он такой, в первую очередь, такой учитель, знаете, который любит учить не просто, вот, да, сказал – сделал, а вот научить, с подковночек такой. Знаете, а ведь тут есть такой смысл, что вот особенно во дворах, там, ну, моего детства, да, всегда был какой-то такой лидер двора, старенький какой-нибудь, да, ну, старенький в моем детском понимании, который вот всех учил, и деревья вы тут, и вот неправильно ходите, и грязь кругом, знаете, такой хранитель двора. Вот это, наверное, оттуда пошло. Есть, есть, дворовая собака, вот, чём вы сказали, да, хранитель. Тут тоже всё вместе, да, чё тла, это очевидно, чего лает, и не поймёшь. Но всё-таки всё-таки всё делают. А потом вроде ластятся, да, а потом вроде бы всегда видят, что вот эти свои – это не свои. То есть это, опять же, такой оберег, да? Да, конечно. Так, а это? Это банник. Банник. Это с баней связано? С баней связано. На самом деле, как говорят, он один из самых таких свирепых духов, потому что, да, 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 у него очень чёткие правила, там, чистая вода, веники. Мой дадыр такой. Да, после 12 парец строго-настрого запрещено, то есть нельзя, потому что он там, значит, очищает всё это от нас. Готовит к завтрашнему. От нас очищает, да? Ну вот мы пришли в баню, почистили тело, душу, да, а ему там с этим совсем работает. Потом, собственно, он ночью работает. Поэтому прерывать его такой труд не стоит, как говорят. А как получилось, что это именно банник? После того, как мастер сделал, вы решили, что он в бане? Нет, изначально. То есть мы говорим, нам нужен то-то, то-то, да, и примерно подаём картинку, и, соответственно, нам её делают. А если такого банника повесить в бане, это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Хорошо, но до 12. Да, но нет, можно оставить и после, я думаю. А он раскрашивается, эта маска, или вот она всё-таки идёт в деревянную везь? Вот конкретно эту мы оставляем так. Но, в принципе, можно раскрасить. Можно раскрасить, да. А как надо раскрашивать? Какие каноны были? Там глаза одного цвета, щёки другого цвета или как? Ну, тут очень сложно. Тут нужно понять, да? Вот возвращаясь к азиатским маскам, да, у них же безумные какие-то краски. Такое ощущение, что вчера разукрасили это всё дело. А у нас? Вы, когда расписываете, к примеру, если вы соберётесь расписать свою маску, вам нужно понять, с какой целью вы его хотите расписать. Вы хотите его задобрить, как вы сказали, да? Или вы хотите, чтобы он вас защищал. То есть то же самое, как и в азиатских. В зависимости от того, какая раскраска, какая атрибутика, такое назначение будет маски. Здесь то же самое. То есть нужно понять сначала назначение этой маски. Да, мы понимаем, что это банник, но мы что хотим? Чтобы он там чистил хорошо? Или мы хотим, чтобы он отгонял злых духов от нашей бани? В зависимости от этого будет раскраска. Ещё такой момент. Любая маска – это глаза. Да. Да, а мы знаем, что такое сглаз, сглазить, что там дальше, ещё и так далее. Очень тяжело друг другу иногда смотреть в глаза, обязательно кто-то отводит голову. А некоторые люди вообще боятся смотреть в глаза и смотрят как бы чуть-чуть на тебя, и ты не поймёшь, что ж такое. При этом мы рассматриваем исключительно здоровый, нормальный подход. Ну, психология, очевидно. Глаза на маске, Виталия, наверное, передаёт какую-то историю? Можно их закрыть, открыть, наверное, тоже какая-то история. Конечно, да. Безусловно, если глаза широко скрыты, мы понимаем, что маска гневная. Гневная? Ну, если мы там гневная или какая-то такая, взбуждённая в любом случае, да? Если глаза прикрыты наполовину, то понимаем, что эта маска находится в состоянии покоя. Если глаза, как обычные глаза, то, соответственно, она у нас такая защитная тоже. А мигать маска может вот так вот? Может, да. Это что будет означать? Честно говоря, я не встречала канонических мигающих масок. Вот закажите, скажите, назовите её «Маска Николай». Ой, слушай, у нас, да, мигающая маска. Давай, это хорошая идея. Вернёмся к ещё. Вот вы назвали какое-то огромное количество масок. Я так понимаю, вы не всё к нам привезли. Какие у вас ещё есть маски, которые вы сами изготавливаете, и какие у них каноны? И я так понимаю, если говорить об этой маске, значит, эту мы вешаем в бане, ну, либо в сауне, что у кого. Домового мы вешаем, не домового, а дворового. Мы вешаем, наверное, на выходе где-то, да? Во дворе, да, где-то, дома или там рядом с будкой собаки. Потому что двора собака тоже была связана с двором. Масса масок ещё. Кого ещё можно куда-то искать, гвоздиком прикрепить? У нас есть свои маски уже в семье появились. У нас существует искусство практики. Называется оно искусство «Колосва». Это русское боевое энергетическое искусство, в контексте которого тоже у нас существуют маски. И мы именно в нём мы разрисовываем эти вот изделия. Называются они маски «Колосва». А это отчасти идёт, наверное, то, что, помните, щит к городу прибивали, что-то такое. Это же тоже элементы символов. Ну, конечно, да. Всё символично. На самом деле всё символично. Любая деталь, её можно описать. И в зависимости от того, к какой традиции она принадлежит, понять. Ещё такой вопрос. Мы знаем огромное количество герб. Герб есть у многих семей во всём мире. Почему там никогда не использовалась ни маска, ни какой-то человеческий лик, а только символы? Почему человек прячется всё время? Интересно. Никогда об этом не задумывалась, потому что у нас тоже есть герб в семье. Это тоже символ. Ну, наверное, всё-таки мы отражаем... То есть всё-таки маска, даже маска, иногда заставляет нас немножко остановиться и подумать, смотреть на неё, не смотреть. Кстати, а есть маски страшные, может быть, наши, на которые нельзя смотреть, но она должна быть, должна висеть где-то? Нет, смотреть можно любую маску. Ну, вы, мастер, когда делает, он в любом случае на неё смотрит. Мы же не знаем, вы же не говорите, нет, 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 эта маска была найдена где-нибудь там. Нет, нет, нет. Но какие-то маски, которые... Ну, враг мой придёт, посмотрит, и мне будет хорошо. Враг ваш придёт, посмотрит, и вам будет хорошо. Ну да, конечно, может быть, она же всё-таки определит вашего врага. Закон мена, как мы с вами говорили, да? Обмен, да? Да, вы обменяли там, как нам говорят, на бусике, да, условно говоря, эту маску. Повесили у себя, созерцаете её, наслаждаетесь ездить. То есть вы даёте ей такую благую энергию, она всё это впитывает. Ага, пришёл злой человек, да? Она думает, ага, сейчас вот он там расстроится, мой хозяин, да? Не сможет мне благой энергии давать, пойду-ка я защищу его. Ну, ещё один такой вопрос. Мы же понимаем прекрасно, что, возможно, исчезновение этих масок, целого, целый пласт, о котором вы сегодня говорите, возможно, связано с тем, что язычество искренилось. То есть искренилось повсеместно, да, не просто, и не приведи Господи, это всё сохранить, да? Таким образом, эта вот вся культура была утеряна, и по крохам это, наверное, всё собирается. Да, собирается. Где вы берёте материалы, что вот был такой дворовой, был такой, значит, банек, откуда такое? Всё это сохранилось в сказках, всё это сохранилось, так называемые бабушкиных этих вот преданиях, всё это достаточно хорошо и явственно сохранилось, потому что вот у меня на лекциях на взрослых бывает очень забавная история вот с банником. Была женщина, поехала, значит, очень далеко от Москвы, там, с родственником в какую-то область, и пошла после 12 часов в баню. Ну, пока поковырялись в огороде, она говорит. Ой, что-то страшное будет сейчас. Да, 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 будет страшное. И она говорит, значит, только к бане подхожу, дверь открываю тут, а тут, ну, не возьми, всё, родственники набежали, нет, нельзя, не ходи, то есть это где-то там живёт. Она, значит, спокойно подождала, пока все уснут, и почапала она к этой бане, да. И она говорит, я к ней подхожу и слышу какой-то хрип, крик, хохот. Она говорит, я со всех ног домой под одеяло, и она говорит, всю ночь я не спала, вот, вот, думала, что же это такое. Она говорит, я до сих пор не знаю, либо это родственники, да, пошутили, соответственно, решили её проучить так, либо она встретилась... Ну, либо соседи приехали, видят, стоит баня подустая. Потому что, вы понимаете, что в Москве, в Московской области иногда к нулю, к нулю только приезжаешь домой. Ну, да. Вот, поэтому, наверное, надо договориться с банником, чтобы он нас спустил. Я к тому, что вот где-то подальше от такого индустриального города, так мегаполиса, как Москва, всё-таки это из Казани живут, и под крупицей мы их собираем. И обмен у вас происходит. Вот вы сделали маску, ну, понятно, что-то, наверное, для реализации и так далее, но какой-то обмен происходит, какие-то маски вы, вы же коллекционер, или вообще вот маски, которые у вас имеются, у вас же две тысячи масок, они же надо как-то... Ну, как марки. Вот увидели маску, хочу эту, за эту отдам вот эту. Нет, практически не происходит так. То есть всё в дом. Ну, и вы не собираетесь не останавливаться? Пока что нет. То есть маски по-прежнему идут? Они идут, да. Ну, буквально вот вчера я ездила, забирала у мастера две заготовки масочные. Вот, наверное, сегодня приступлю к их росписи. Понятно. Ну, и давайте будем завершать. Всё-таки для всех тех наших зрителей, которые с маской сталкиваются всё-таки как туристы, не каждая маска, наверное, полезна, опять же, для дома, для каких-то вещей. Где люди могут почерпнуть информацию о масках? Есть ли какие-то книги специальные, трактаты, может быть, какое-то произведение, которое вы бы посоветовали с точки зрения исследовательской работы? Прямо конкретно о масках нет. И мифология, религоведение, наши лекции. Ну, и, конечно же, сейчас в интернете большое количество информации. То есть мифы можно брать разных стран, от Древней Греции до наших историй. Да, и там так или иначе... Так или иначе всё это воспринимается. Потому что маска же, она всё равно обозначает какого-то бога, персонификация какого-то бога, да? Поэтому можно легко изучить это всё. Вот. Ну и, конечно, если... Помните, одно время было у нас масса произведений и в литературе, и в кино всевозможные символы. Сейчас такая есть тема символов, потому что человеку проще над чем-то очень задуматься, над каким-то крючком, да? И понять, что этот крючок откуда-то идёт, чем заниматься обыденным делом. Поэтому история символизма, символов, она по-прежнему популярна, а маска – это, безусловно, наверное, один из участников этого символа. И мы же прекрасно с вами понимаем, что какой бы маска ни обладала силой, она же прикрывает наше реальное лицо. Вот что должен чувствовать человек, когда на его лице висит маска? Как вы считаете? Он теряет своё «я»? Нет, я считаю, что он не теряет своё «я», тем более если он понимает, что за маска на нём висит, для чего он её наделал. Я думаю, что он только обретает с этим. То есть надо найти свою маску, правильно? Да. Которая нам поможет, по крайней мере, для тех, кто в это верит. Но, опять же скажу, ни в коем случае нельзя терять своё собственное лицо. У нас в гостях была сегодня коллекционер Татьяна Болосова. Большое вам спасибо. Больше всяких масок. Теперь я знаю, как что, когда ходить в баню. Ну, я думаю, я договорюсь, и после нуля часов меня пустит вот этот замечательный товарищ. Ну, а с Дворовыми мы обязательно всегда договариваемся с давних времён. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова